Тихий, спокойный и в меру упитанный скромняга. Мистер только начинает карьеру. Причем в такой породе золотистый ретривер. Он единственный в нашем регионе проводник. С хозяйкой Татьяной Глагола познакомился недавно, в декабре. А теперь они уже лучшие друзья и вместе дают клятву Донского клуба владельцев собак-проводников «Золотой пес». Эта процедура обязательна для всех новичков. Сегодня таких пары две. Мистер и Татьяна, Мини и Просковья. Собаки еще показали, на что способны. Тут брюнетка Мини явно в ударе. А наш герой-мистер, кажется, смущается. Он и в жизни такое рассказывает Татьяна. Но как обходиться без него уже не представляет. Пройти по городу без мистера – это очень проблематично. Потому что много люков, много препятствий, которые меняются каждый день. Также прохожие, велосипедисты – все это, он обводит все препятствия. Самое сложное для собак – справиться с желанием угоститься. Тем более, когда тебе настойчиво предлагают. Мистер проходит это испытание достойно. Кушай, кушай. Он не берет, он отворачивается. Вот, молодец. Давайте похлопаем. Это очень сложно на самом деле. А более опытные в это время отдыхают и даже ухом не ведут. Клуб владельцев собак-проводников в Ростове открыли пять лет назад. И за это время число участников выросло втрое. Сейчас в области 21 одна собака по профессии проводник. В этой клятве я считаю самое главное. До конца жизни со своей собакой не обижу ни словом, ни делом. И вот в этом плане, мне кажется, это очень важно, чтобы владельцы были ответственны и собакам было хорошо. Далеко не каждая собака может стать проводником. С начала обучения половина отсеиваются. Тут важны определенные черты характера, в том числе дружелюбие к людям. И только определенные породы – средних размеров, с интеллектом и выдержкой. Наших собак-проводников зачастую не пускали в кафе, в поликлиники, в кинотеатры, в театры. Сейчас, как говорится, все уже знают наших собак-проводников и их пускают даже в аквапарки. Интересно, что собака-проводник считается техническим средством реабилитации со сроком эксплуатации 8 лет. Дальше – уход на заслуженный отдых. Но в нашем регионе еще нет ни одного случая, чтобы от пса-пенсионера отказались. Друзья остаются в семье. Елена Ребжанова, Юрий Лешком, Первый Ростовский.